это у нас лотус электро прикольно выглядит классно это лотус тот самый лотус видите да она что похожи на порси она выглядит лучше чем ламбордины я так думаю это то чего никогда не будет у электрокара ребят я сегодня перед вами стою в таком шикарном видео у меня шикарнейшее настроение я только вышла из больнички вчера еще лежала под капельницей но сегодня я решила что я хочу увидеть эту машину показать ее вам и это у нас лотус электро с плюс та самая тачка которая очень сильно нашумела и как вы понимаете на моем канале становится все больше китайцев и это шикарно потому что китайцы спасают многие компании от разгрома и это кстати компания лотус не исключение и сегодня она у нас не просто на обзоре у нас будет очень интересная программа такая насыщенная во первых мы будем собирать самые насыщенные реакции мы будем показывать короче эту машину таксистом потом мы поедем и посоревнуемся с урусом который в стоке чувак закинул урус на 900 сил потом я ему говорю не нужно сток он такой вообще без проблем на 600 сил обратно вернул 650 сколько уруса в стоке и потом мы эту малышечку поставим с нашим дорогим x5 emic у которого 700 с лишним лошадей так что это будет очень интересный выпуск ребят оставайтесь с нами ставьте сразу ломантиком лайк потому что видос будет имбачный все давайте погнали погнали все у меня отличное настроение летс го кстати это видео бы не вышло если бы не поддержка компании панда увей они нам предоставили эту тачку за что им огромнейшее спасибо кстати у ребят есть одноименный youtube-канал где они публикуют видео об эксклюзивных гибридах электрокарах так что подписывайтесь на их канал а еще конечно что эти ребята возят тачки из китая электрокары вот такие вот прям вам на руки страны smg и нашу любимую россию а самые выгодные эксклюзивные предложения не публикуют у себя в телеграм-канале там есть связь с менеджером и калькулятор доставки прыгайте посылки смысл готов давай ну вы видите да она просто в точку уходит просто прям в дождь едем ваши 750 лошадей на двс не тяги не решают вообще сейчас был заезд x5m и он был такой немножечко разогревочный курсу что сможет противопоставить урус этим 600 лошадям пока не знаю все таки в урусе 650 лошадей здесь 612 в эксперт теме еще раз напомню было 700 с лишним лошадей но мне очень интересно как урус себя поставить против этой машины так еще чуть-чуть готово подписка оформлена ура я в плюсе наконец-то я попала в свой рай кинопоиск яндекс музыка букмейт ну что еще нужно для удовольствия вы наверное совсем понимаете что сейчас происходит но я вам сейчас расскажу киндеры а вы знали что кинопоиск яндекс музыка и даже дополнительная опция букмейт это все яндекс плюс нет так вот плюс это единая подписка который есть разнообразнейший контент личные подборки музыки фильмов и сериалов огромное количество пользователей уже получают удовольствие от подписки и наслаждаются всеми сервисами и опциями плюса а куда ты затерялся ну-ка давай газу и присоединяйся теперь ты знаешь что в плюсе куча всего крутого поэтому лови промокод лично от меня блонди плюс будь в полностью в плюсе 60 дней с опцией букмейт в подарок ремарочка это доступно новым пользователям и тем у кого сейчас нет активной подписки кто не подключал опцию букмейт чтобы быть полностью в плюсе скорее активируйте промокод блонди плюс а давайте замутим такую небольшую историческую справочку чтобы вы понимали откуда ноги растут откуда вообще появилась эта машина и как у них произошел резкий скачок от dvs of к электрокарам мне кажется это интересно поэтому сейчас будем слушать вообще история у лотоса очень интересная просто представьте чувак 48 году основывает компанию истинный англичанин британец звали его колин чепман компания лотос стала известна благодаря двум факторам первый фактор это формула 1 второй фактор это бандиана и другие фильмы в которых лотус участвовал и если та же самая ferrari всегда делала ставку на увеличение мощности мотора то лотус всегда делал ставку на облегчение кузова может быть кто то знает самый популярный их машиной был лотос эсприт кузов машины был сделан из стеклопластика что нереально облегчило тачку и гражданская машина весила всего 900 килограмм но это если мы говорим о гражданской машине а так если мы говорим о форменных машинах то сам по себе мотор у них был типа такой средненький но кузов тачки был максимально облегчен колин чепман это один из тех чуваков которые ввел в правило делать очень большие антикрылья и типа он сделал это модным и он сделал это не только модным но еще и функциональным поэтому в этой тачке сзади мы видим такой хорошенький открывающийся спойлер который постоянно нас то прижимает земле то отпускает еще кстати ходила байка что тачки лотоса очень часто подлетает если не были настолько легкими что на каком-то искривлении ландшафт они подлетали и эти вот антикрылья как раз таки их и прижимали прижимной силой обратно к дорожному полотну он опередил свое время можно даже так сказать давайте поговорим немножко о его внешне мне нравится такая добротная морда добротная попа чувствуется рыбакопский вайб тут монолитная задняя фонарная часть мощные воздухозаборники причем они не какие-то там бутафорские они настоящие сюда мы вставим кадр как мы льем в них воду чтобы поверили на слово что даже вода через них проходит не то что воздух насчет комплектации этого автомобиля это электро с самый жирный самый быстрый сав это электро эр он идет с карбон пакетом то есть здесь мы видим только карбоновую саблю ну или маленький карбоновый спойлер там же у нас будет все из карбона что здесь мы видим в черном глянце достаточно объемный и рельефный задний диффузорчик у него вампирочек такой вкусненький еще мне нравится как отъезжает спойлер тоже он такой знаете типа такой небольшой тверд делает ну и прижимает его к земле что правильно тут мы видим вот это не ручка это на высокой скорости дополнительное такое антикрыло которое выезжает из крыла еще обеспечивает машину больше прижимной силой поэтому машина четко сидит на дорожном полотне тут же мы видим тоже воздухозаборник который идет прямо к колесу и остужает колесо потом воздухозаборник мы видим еще и здесь понятно что воздух идет отсюда туда и тоже прижимает машину к земле насчет его передней части вообще мне напоминает что-то между каеном и урусом не могу сказать что это что-то агрессивное нет скорее такое типа добрый китаец но выглядит прикольно выглядит тоже аутентично конечно это может радовать потому что кайские машины начали делать не все как один на подбор а что-то появляется такое какое-то новое веяние новой волны здесь мы видим самое большое скопление маленьких воздухозаборничков вот это вот если мы сейчас выключим его должно закрыться запас ходу этой микроволновки 600 километров думаю будет она ехать 500 с тем режим который мы ехали я думаю она будет ехать этот 300 насчет кстати вот этого прекрасного значка почему лотус ньо ньо это китайское добавочное слово которое означает новый то есть это новый лотус то есть эта машина которая была создана уже под эгидой джили и это круто и здесь мы видим не оду английскому алфавиту ABC а это аббревиатура полного имени колина чепмана который был вдохновителем изобретателем и основателем компании лотус а что у нас еще кстати тут с аэродинамикой классное есть ручки уезжает внутрь кузова то есть все очень элегантненько максимально спортивно что мне еще нравится в дизайне это так обычно на электрокары надевают колхозные колпаки этот автомобиль без колпаков и это хорошо сразу лайк очень крутые тормоза и это не карбон-керамика это просто обычная вот чугунка ты нажимаешь и не тормозят они офигенно тормозят по моему это тормоза брэмб не хочу врать мы сравнивали их по размеру с урусом они чуть чуть меньше чем на урусе хотя на урусе допустим тот же самый радиус колеса он больше самые самая прозилая рулетка смотрим ну видишь чуть чуть больше шо на хуракане шо на урусе ну ты посмотри а как выглядит хорошо если брать еще все эти китайские шильдики не то чтобы я что-то имею против китайцев просто ну блин я не люблю когда что-то непонятно на машине вот что это может быть написано здесь ты дебил ладно перебираемся куда в салон перебираемся в салон салон дико крутой вы только посмотрите на вот эту монолитную подсветочку контурную от водителя до пассажира просто очень элегантно и очень вкусно и очень самое главное просто здесь у нас есть отдельненький маленький мониторчик для пассажира у нас большой добротный монитор для всей семьи тут у нас еще отдельная приборная панель для водителя информативная ничего лишнего прям то что нужно кожа на по белая строчка розовый салон малиновый такой прям яркий вкусный причем салон малиновый и кто-то скажет что это девчачий салон но если бы вы знали кто купил эту машину купил ее айтишник у которого еще шесть машин и это типа у него такая ну электричка поездить там еду разогреть и ему в кайф такой салон я считаю что салон со вкусом сделанный тут у нас большой подстаканник маленький подстаканник огромное место для хранения видите у меня рука по локоть заходит то есть сюда девчонки можно сумки положить а мальчишки что можно положить на свой спасибо дань ты меня никуда не подводил очень такая прикольная ребристая кнопочка открывания маленький селектор кпп ну зачем ему в принципе большой селектор кпп и кстати вот насчет этого монитора то есть я вам покажу почему он в таком положении видим что монитор все еще лежит я закрываю дверь он почувствовал что я села в водительское сидение и сразу как бы проснулся эргономика руля ну штурвал как штурвал отдельного я хочу пропеть вот этим динамиком просто гляньте они запихнули лотус внутрь динамика лотос в лотосе понимаете да музыка здесь хорошая но не отличная как бы басов не хватает коммене мест для хранения здесь просто дофигище вместо для хранения раз вместо для хранения 234 5 6 7 8 9 10 много короче откантару и потолок ну конечно вся отделка еще все все это заказывается из разных стран привозится в китай и собирается в китай то есть по факту машина китайская но как бы все детали все запчасти они не китайские запрыгиваю назад и что он тут видим мы тут видим одно монолитное кресло диван есть еще опция выбрать спорт сиденья то есть чтобы просто было 1 и 2 тут есть местечко для хранения тут есть отверстие для того чтобы кого-то дергать за косичку если вы не надергали в школе отдельный монитор для задних пассажиров чтобы они тоже не чувствовали себя обделенными здесь у нас климат-контроль можно регулировать спинку сиденья играться с ней как хотите и конечно же у нас здесь есть прекрасная большая панорама сейчас мы покажем как она у нас затемняется как она наоборот становится прозрачной и это вы очень и очень красиво в нашу игру входит новый игрок и это стоковый урус белого цвета from the twin wood love не на самом деле это не литвиновский никакой урус это урус артура артур заходи к нам в кадр вы все знаете артура по его цешечке 63 на 900 стил которая была у меня на обзоре вы ее так сильно полюбили из-за ее очень крутого бернаута просто скажи что всем привет отлично на этом стоп на самом деле скажи что ты с ней делал она стоп сейчас была сейчас стоп я ее не продам потом скажи ну это видео мало людей посмотрите ладно она была стейдж 2 я откатил ее в сток для гонки с китайским супер джипом да супер джип-каром да супер джип-каром короче вы прикиньте просто я пишу артуру говорю типа ну у тебя урус есть он такой ну да на сколько лошадей 900 850 и я говорю блин у нас машина на 600 давай ты короче откатишь он такой ладно откатил вот зато у тебя тут вкусный выход я его поменяю не совсем вкусно конечно испортился сток лучше срок годности короче вышел и он перестал быть сток лучше какие у тебя ставки изнасилование китайской реально сейчас думаешь что ты изнасилуешь эту машину да главное чтобы не посадили но твоя улыбка она очень обнадеживает но ты говоришь что здесь никакой турбо ямы нету нет она едет 3.20100 и вашей китайской электричке ноль шансов вот сейчас зафиксируем эти слова прям вы тоже зафиксируете это у себя и прямо сейчас мы перемещаемся в салон наших двух супер-кар джипов это то чего никогда не будет в электрокарах урус весит 2 250 эта тачка весит меньше двух тонн хай-фай седанчик весил две с половиной тонны как гелик поэтому этот заезд будет мега интересным потому что во-первых артур настолько сильно уверен в своей победе и мне сразу просыпается спортивный интерес его как бы переубедить в своей правоте более того как бы вес уруса больше чем наш вес кстати по два человека в салоне поэтому у нас максимально равные условия в плане лошадей тоже сразу скажу ребят дисклеймер все заезды проводятся на специально отведенной закрытой трассе и в домашних условиях не повторять выполнены профессионалами смотри, я на третий сигнал блин, он просто уходит Елиночка, как дела? подожди, еще не все закончено, ты хорош, Артур, я не спорю и каждый раз все дальше и дальше и дальше я просто люблю смотреть на стоп-сигналы сзади вот и все у меня сейчас колеса кстати прогрелись, можем еще раз давай, давай я тогда тоже сланча, потому что я не сланча тест на интуицию, что у нас будет здесь вариант первый мини-бар, вариант второй просто маленький холодильник третий вариант какое-то место для хранения четвертый вариант просто подстаканник из подлокотников я убираю четвертый вариант ну конечно здесь просто подстаканник и просто подлокотник но кнопочки все, прям вот хочется их трогать по-моему это алюминий и выглядит очень роскошно вот здесь тоже вставочки такие красивые такая алькантарочка посерединке здесь у нас кожа и самое главное, как проверить насколько совестно эту машину собирали и насколько совестно дизайнеры подходили к отделке машины смотрим сюда, видим на боковинках алькантару альчатара на месте, значит, совестно собирали закрываем ну в принципе здесь удобно то есть я не могу сказать, что я себя здесь чувствую настолько же роскошно, как в Hi-Fi, но прикольно прям хочется взять и поехать на этой машине на дальняк там в Питер, знаешь ну самое главное, что в машине? чтобы ты чувствовал себя в ней уютно а что у нас по багажнику? машина не открывает багажник с нашего красивого движения ногой она открывает только вот так багажник нормальный, 640 литров ну что, в принципе все мы сделали краткий обзор этой тачки а чтобы до конца как бы на красивом, знаешь, моменте завершить если открыть обе двери, мы сразу увидим вот эту табличку пионеры с 1948 года почему 1948 год? потому что это год основания фирмы Lotus и эта машина была выпущена в честь 75-летия со дня основания компании что, погнали дальше? будем дальше смотреть на реакцию наших любимых таксистов Азамат, здравствуйте! это мы заказали такси мы вам 5 звезд и вот денежку заплатим а вы оцените просто нашу машинку, которая там стоит а вы показали, что вам машина понравилась, да? да вообще круто классно, это электричка в Китае? это Зикор? не-не-не, это Lotus знаете такой? именно тот самый лотус английский который британский а вы в теме пойдете посмотрим? давно в такси работаете? да 4 года более уже 3 года а вы откуда? с Кыргиза с Кыргиза из Кыргызстана из Кыргызстана из Кыргызстана ну вот, как вам этот Lotus? лотус Нио или Навио это Нио из китайского, значит новый все-таки китайцы здесь поучаствовали да-да-да а на что похоже? на Порше на Каен? да на Уруса похоже, да? ну, далеко видно как Порше выглядит похоже больше Порше на Порше Каен? да там с Котом да а вы на что думаете? больше Феррари, да это просто дип 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 Феррари да, дип Феррари здесь есть такой еще Фор вот посмотрите, какая у него огромная рыбакопская в том-то и дело, что у меня как раз таки я почему-то подумал, что это Зиккор задняя часть как раз таки именно вот похожа К5 похожа? К5? типа Киев К5? здесь как бы побольше на Аути похоже удивительно вообще мне нравится очень классная машина про будущее, да? она выглядит лучше, чем Ламбордино я так думаю фара на похоже капец а основной кузов ну, Порше на Порше на Порше? я думаю, Порше на теле тоже на Порше ехать а в салоне как вам? салон тоже очень классный даже славарный тут вообще хорошая машина это уж китайская машина? это китаец, да ничего себе малайцевые китайцы шикарно бомба ну так нормально нормально? но не вызывает вау-эффект ну, да ну, надо посмотреть ну на таких элит как бы салон тоже она очень красивая меня впечатляет салон тоже я вижу такую тесла похоже Иван Маск бы оценил, да? сушка, бизнес бизнес хочешь зарабатывать просто бомба сколько вот звезд даете этой машине из десяти? десять десять из десяти? да значит, она классная чисто визуально это десять может быть даже одиннадцать ну, десятка, да можно десять плюс-то мне нравится очень ну, очень классная машина десять? десять десять? вы десятка? да а вы сколько? вы тоже десять вот как китайцы живут у нас как вы думаете? вот мы сегодня ехали на маргане УРУС против этой машины ну, они более мощные я так думаю УРУС? да давай, я буду сигналить блин, она очень тупит она прям дико тупит она просто нереально я нажимаю газ и как будто у нее есть турбояма давай я пропущу вас а? я пропущу вас а ты тронься на второй сигнал потому что ты не трогаешься когда я трогаю окей он просто уходит в точку уходит в точку уходит в точку шестнадцать 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 просто в точку реально уходит как? охереть может дело реальное в прокатке между рулем сидеть? там по-моему по-моему что-то не по плану, да? хочешь мы это снимем по-другому будто бы я тебя проигрываю давай нет, я только за правду матку играю давай в другую сторону еще раз но давай в икс пятом типа семьсот с лишним лошадей почему я его объехала? может быть ты сядешь вместо Миши и посмотрим здравствуйте 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 документы ваши как вы получаете локус возвращается что ли? машина Джеймс Бондер? да да насколько я знаю это их первая электрокарта прям свежая что ли? да да двадцать третьего года ну это все китайские теперь ребята спасибо до свидания до свидания первый раз когда лотус эсприт появился в Бондиане у лотуса был полный солдал очереди стояли по три года на эту машину не реклама а сказка была причем машина появилась в 1976 году в Бондиане еще Чепман был жив и он так как не располагал большими финансами думал как засунуть эсприт в Бондиану а он понимал что если он предложит эту машину напрямую режиссеру Бондианы тот скажет деньги на стол машина появится Чепман поступил чуть-чуть более хитро он подвез машину к офису режиссера и зная насколько тачка офигенная и она опережает свое время режиссер должен был клюнуть на эту машину и он клюнул он просто выходит из своего офиса видит этот лотус эсприт и понимает что это то что мне надо давай мне эту машину в мою Бондиану и так в 1976 году на экранах появился лотус ну и после этого вы сами уже знаете что продажи у них пошли очень и очень хорошо потом эта тачка также появлялась в фильме красотка кстати она появилась в этом фильме потому что ни Астон Мартин ни какие-то другие компании они хотели предоставлять тачку в фильм где главную роль играет блин ну проститутка в главной роли вот и все просто лутус сказал а че нам ну мы дадим свою машину и там как раз таки Джулия Робертс учит Ричарда Гира как водить шестиступенчатую коробку передач того самого эсприта и это очень мило выглядит потом эта машина появляется в фильме основной инстинкт где ее водит Шерон Стоун тачка реально появляется во всех самых фильмах легендах ну и конечно благодаря этому она забирает свой символ популярности так как Колин Чепман был и вдохновителем и конструктором человек швейцарский нож после его смерти многие говорят что компания начала загинаться да она начала загинаться но надо помнить что Айртон Сена пришел в команду лотоса и держал три сезона третье место за командой лотоса это было очень хорошо а потом в 87 году General Motors выкупает Lotus и это не первая смычка этих двух компаний Lotus и General Motors часто Чепман делал какие-то узлы для компании Ford кстати бедный Чепман умер из-за сердечного приступа после его неудачной кооперации с DeLorean он проектировал шасси для DeLorean и DeLorean для того чтобы спроектировать вот эту DMC которая появилась в фильме «Назад в будущее» он взял у британской короны 40 миллионов фунтов стерлингов на разработку этой машины время шло, разработка шла очень медленно и по итогу как оказалось эти деньги были куда-то скоррумпированы и к этому ко всему привязали бедного Чепана хотя ну не доказано что он куда-то эти деньги сприватизировал но от этой самотохи и постоянным нависанием суда над ним к сожалению человек скончался по-моему в 54 года короче ему было чуть больше 50 лет до где-то нулевых годов они заканчивают выпуск Esprit спустя 28 лет ну и после этого как-то делишки компании идут на спад в 2014 году Lotus выпускает свой концепт-кар который должен был повторить успех Esprit то есть обновленный Esprit выпускают но у них настолько финансы пели романцы что ничего не удалось то есть они не выпустили машину в серию ну и тогда на помощь им пришли в семнадцатом году Джили да-да тот самый китайский производитель и сказал ребята мы вам поможем и получается за пять лет они создали с нуля вот эту тачку за рулем которой я сижу Lotus Electra и это первый кроссовер компании и причем самая мощная версия этой машины считается самым быстрым кроссовером в мире сможет ли Lotus повторно открыть свою золотую жилу спустя столько времени и станет ли его электрический первенец ключом к этому вопрос остается открытым накидайте своих предположений в комменты он кстати Дима идет мы сейчас будем Диме показывать ты же любитель электрокаров у нас я ненавижу электрокаров да конечно как-то это хай-фай так это Lotus я поднимаю это китайская это китайская тачка или нет? да а это Китай вместе с этими с Lotus вау прикольно выглядит а задача посмотри огонь блин ну вот это все портит что это за ерунда тут наверное так работает, да? нет да нет по любому есть ну багажник нормальный блин а салон вообще прикольный ну как будто он у тебя вызывает меньшей мощи чем у Hi-Fi да? Hi-Fi реально что-то новое супер китайское инновационное что у тебя там бегущая строка на двери как бы это реально ну не интересно выглядит здесь уже более что-то такое адекватное ну это и хорошо ну морда вообще как ну это урус да получается а это типа урус между урусом и Каеном что-то и Феррари ну фары на Феррари кстати дааа мы реально угадали что на фарах даже больше на Феррари похоже ну аналог урус блин реально да Дима Шарис мне сразу видно автоблогера блин не тушь тебя так как обычно блин каждый раз стоишься после девушки ты вот так вот нормально гоблин сидел сесть нормально опуститься максимально вниз блин ну это вообще не чувствуется китайской машиной ну прям вообще ну типа сборка китайская ну говорят прикольно а что как она заводится не заводится никак она же поляпись как просто нажимаешь всё окей мы не нужны здесь вау блин прикольно а на сколько у тебя заряда а вот написано 31% 156 км 600 км запас хода заявлен ну типа едет она наверное 500 а цена 13 миллионов 13. Но в Вавилоне такую продают за 19. Нет. Блин, ну не знаю, на самом деле это, я сейчас просто обдумал все цены, сравнивал, допустим, Tesla Model X. Мне кажется, это круче. Она проедет дольше, по крайней мере, хотя бы, это уже плюс. И выглядит она внешне круче. У нее только дверей нет, вот единственный минус. В салоне она лучше, ну более дороже выглядит. Ну и практически, ну короче лучше. Типа 4 тачки, кстати, такие в Москве. 2 в Вавилоне, одна у кого-то еще и одна у нас. Сколько она для Суткина едет? Урус ее положил на лопатки. Ну короче, она не быстрая, да? Она не быстрая, да. Ну это мне не знаю. Ты еще что-то не могу открыть? Сейчас, подожди, я сейчас сам понял. Вот так? Да. Это ж так неудобно. Подожди, нет-нет-нет, ты что делаешь? Вот здесь. Есть два варианта открытия. Если сядет аккумулятор, тогда ты можешь открыть вот так. Типа механически, да? Да, механически, просто механически. Да, так, прикольно открывается. Ну что, твоя оценка из 10? Да блин, ну если был бы другой цвет, красный допустим. Мой любимый зимин цвет, да? Да, я называю это цвет туалета, поэтому мне не очень цвет нравится. Ну так не знаю, но мне кажется 7 точно. Ну за эти деньги это нормально. А сколько до Суткина едет по факту? 4 секунды? А надо выезжать из 4 секунд. Ну нормально. Смотри, у нее задний спойлер интересный. И вот эта штука поднимается, как у Porsche Cayenne CTS. Я понял, на ходах, да? Карбон. Не, кайф. Сейчас будем замеряться с ХПТМом. Напомню, что в ХЕ больше 700 лошадей, в этой малышке 612 где-то. Готово? Трогаешься на третий сигнал? Да. Да блин, что-то у меня, я тебе отвечаю, я начинаю. По-моему, дело было. По-моему, я тебя все равно износил. Китайцы твоего. У него аж пламя из дула полетело, ты. Давай вот здесь вот, смотри. Вот сейчас у нас будет время разогнаться нормально. Давай ты чуть-чуть раньше трогайся. Хорошо. Давай! Не, ну это унижение полное. Это просто полное унижение. По-моему, что-то не получилось, да, опять? Не, ну красиво его делал, Артур. Оправданий нет, короче. Что это такое, простите? Мы в абсолютно одинаковых условиях. Да, у Х5Ма 700 с лишним лошадей. Но, простите, у Уруса это было 650. И он был еще и тяжелее. Все нормально, все справедливо. А может ты просто для кадра, ну типа, сделаешь один раз и что-то типа, ну, я выигрываю. Если ты хочешь выиграть, то сядь за рулем Уруса. Ну да, тут надо просто машину поменять. Ну давай, хочешь я поеду без ланча? Ну без ланча будет плохо ехать. Тут просто, понимаешь, ланча нету на этой машине и как бы... Ну вот, все, давай я еду без ланча. Давай. Давай я сигналю. Я нажимаю, блин, на старт со второго и она не едет, понимаете? Это не во мне проблема, это проблема в машине. И мне вот испанский стыд просто. Ну, короче, у тебя никак шансов нет. Это еще, знаешь, Чак, я еще забыл, что я в ручном режиме. Я переключал, не переключился, потом переключился. Короче, нет шансов у этой китайской микроволновки никаких. Абсолютно. Вообще. Короче, микроволновка очень сильно лагает, я поняла. Кстати, на Урусе без ланча у тебя шансов больше. Хочешь, я на Урусе без ланча поеду? Ну, давай последний разочек. Готово. Давай. Готово? Давай, 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 давай. Без ланча у тебя почти был шанс. Врывает, врывает, да? Мы без ланча едем. 20. Он уделал, все равно уделал. Зато мы проиграли в схватке с лучшим. Это как бы приятно. Может, все-таки дело в том, что он не скинул просто стейдж? У него 900 все-таки, у него там 850 столько. Вот такая неоднозначная история получилась. Кстати, вы тоже заметили, что Лотос Электра напоминает по формам Каен. И не только по формам, но и как будто по значению для своего творца. Возвращаясь с нулевые, вспомним, как Каен вытянул дела Порше на позитивную волну. Дай бог, эта история найдет повторение и у Лотоса. Надеюсь, вам зашел этот видос. Мы очень старались для вас. Поэтому ставьте лайк. Оставляйте свой драгоценный комментарий. Берегите себя. И до новых встреч. Пока-пока.